Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот шапочку с отворотом. И сразу уже по ходу мы формируем макушечку. То есть макушечку убавления мы не будем делать. Мы просто будем изначально бросать некоторое количество петель в конце каждого лицевого ряда. И вот так вот с изнаночной стороны будем делать красивую косичку, жгутик с отворотиком будет у нас шапочка. То есть когда вы развернете на лицевую сторону, у вас получается вот такое вязание. Вот она наша шапочка бини стандартная. Я решила сделать ее с отворотиком для тех, кто любит отворот. То есть это более такой, я бы сказала, женский вариант. И шапочка, конечно же, в два раза получается теплее, чем обычная бини, благодаря вот этому отворотику. То есть на ушках будет более теплее, чем стандартная шапочка. Как вы видите, здесь красивое вертикальное вязание платочной вязки. И также из платочной вязки и лицевой глади состоит жгутик на отворотике. Шапочку мы затем сошьем. Вот так вот у нас получится жгутик. Мы сшиваем отворотик со жгутиком на лицевой стороне, а остальную шапочку с изнаночной стороны. Получается шовчик виден, но он не грубый. И с лицевой стороны, как вы видите, шва практически не видно. У меня здесь максимальное соприкосновение идет жгута. Но так как эта шапочка, в принципе, значения особого не имеет. Перехода именно влитого такого. Поэтому, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь. Здесь, кто берет ниточки потолще или вяжет поплотнее, то, соответственно, набирайте немножечко... Для тех, кто плотно вяжет, соответственно, немножечко больше петелек. Для тех, кто вяжет покрупнее пряжу берет, то немного меньше наберите петелек. Вот. Здесь вы уже, в общем, фиксируете сами на свой взгляд. Для начала свяжите небольшой образец теми спицами и ниточками, которыми будете вязать, чтобы вы увидели свою плотность и сколько у вас петель в сантиметре. А затем вы уже будете ориентироваться, сколько набирать петель вам. У меня же данная шапочка рассчитана на обхват головы где-то 55-56 сантиметров. В принципе, на 54 свободно подойдет, то есть без проблем. Вот. И высота моей шапочки от макушки до конца отворота составляет 20 сантиметров. Но 20 сантиметров, смотрите, у меня где-то глубина моей головы на 54 обхвата, где-то 19 с половиной сантиметров. То здесь немного длиннее, чем на мою голову. Если же вы хотите отворот побольше, то, соответственно, еще больше набираете немножечко петелек. Если же поменьше, то меньше набираете петелек. В общем, смотрите сами, ориентируйтесь, присоединяйтесь, будем вязать вместе с вами. Для вязания нам понадобится тряжа. Я взяла полушестяную классической толщины пряжи. Честно говоря, не подскажу вам название пряжи, так как буду использовать запасы своей пряжи без этикеточки. Но знаю, что спицами номер 3,5, которыми я буду вязать, связав небольшой образец, у меня получилось 20 петелек в 10 сантиметров. Либо же просто в одном сантиметре две петли. Вот, помимо спиц рабочих, нам понадобится еще дополнительная спица, либо для кос, либо просто чулочная носочная спица. Мы будем делать ей перехлесты. Также нам понадобится крючок для заправки кончиков и ножнички. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Для начала отступите от краешка ниточки, где-то сантиметров 80. Это будет кусочек ниточки для набора петелек. И также нам понадобится для сшивания отворотика. И начинаем набирать 55 петелек. Для начала я начинаю набирать на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю оставшиеся для меня нужные петли. То есть вот я набрала 5 петелек, значит еще набираем 50. Для чего набираю на одну спицу, затем приставляю вторую? Для того, чтобы не была растянутая крайняя петелька. Я этого не люблю, честно говоря. И вот мне нравится вот такой вот набор. Итак, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52, 53, 54, 55. Все, набрали 55 петелек на две спицы, затем вытаскиваем свободную спицу и приступаем к вязанию. Смотрите, первый ряд это у нас лицевой ряд, поэтому мы начнем его как лицевой. Так как узорчик у нас на отвороте, поэтому он должен у нас располагаться на изнаночной стороне. И уже начиная с первого ряда мы будем формировать рисуночек на отвороте. Итак, кромочную снимаем непровязанной, либо просто провяжите ее изнаночной для того, чтобы она не распустилась. И тот, и тот вариант в принципе хорош. Теперь смотрите, провязываем первую лицевой, затем вторую лицевой. Это уже началась первая петля рисуночка. Лицевая с той стороны она у нас будет изнаночной. Теперь вяжем жгутик с перехлестом через 4 петельки. То есть смотрите, у нас жгутик будет состоять из 8 петелек, но 4 мы будем вязать лицевой гладью, а 4 платочной вязкой. То есть смотрите, 4, которые лицевой гладью, нам нужно провязать 4 изнаночные с лицевой стороны. То есть при отвороте они у нас будут 4 лицевые. Теперь 4 лицевые нам нужно провязать те, которые платочной вязкой, то есть вторая часть жгутика. 4 лицевые и 1 лицевая завершение рапорта из 10 петелек, то есть жгутик из 8 петелек, нам будут отделять 2 изнаночные по бокам. Соответственно, с этой лицевой стороны они у нас будут лицевые, а с другой стороны, там при отвороте, будут они 2 изнаночные, которые будут красиво отделять жгут. Теперь продолжаем вязать просто лицевыми до 5 последних петелек, то есть просто вяжем лицевыми, пока у нас на левой спице не останется 5 петелек. Не довязали до конца 5 петелек, у нас на левой спице 5, на правой провязанный первый ряд. Не довязываем и просто поворачиваем наше вязание, чтобы у нас левая спица встала в правой руке. Теперь второй ряд. Второй ряд мы снимаем первую, не провязывая, то есть она у нас была последней, вот мы ее просто снимаем как кромочную. Теперь вяжем просто лицевыми петельками до последних 12 петель на левой спице, то есть до начала нашего отворотика. Довязали мы до 12 последних петелек на левой спице и это и есть наш раппорт узорчика плюс вот эти две последние петельки, то есть петля основного вязания и кромочная. Что мы делаем? Смотрите, мы первую из 12 провязываем изнаночной, то есть, как я вам говорила, у нас жгутик будет отделяться двумя изнаночными по бокам. Вот она первая изнаночная. Теперь вяжем 4 петли жгута платочной вязкой, соответственно, с этой стороны они у нас просто лицевые. И с изнаночной, и с лицевой стороны. Они у нас просто лицевые 4 петли. Теперь у нас 4 петли вторые. Лицевой гладью, соответственно, с лицевой стороны они изнаночные петли, а с изнаночной стороны 4 лицевые петли. То есть просто по рисунку провязываем 4 лицевые. Затем у нас идет одна изнаночная, которая отделяет жгут. Получается 10 петля раппорта. Затем одна лицевая основного узора. И кромочную можно провязывать как изнаночной, так и просто лицевой продолжать. То есть вы запомните, как вы начали вязать, допустим, вот изнаночная, так и продолжаете вязать. Либо же можете провязывать просто всегда 2 последние после изнаночной, просто 2 лицевые. То есть главное запомните, как вы вяжете в этом ряду, во втором по счету от начала, так и во всех последующих изнаночных рядах. Разворачиваем вязание, третий ряд. Кромочную снимаем непровязанной. Затем у нас идет одна петля вязания основного. Она у нас всегда лицевая. Теперь у нас идет одна лицевая, которая отделяет узорчик, 2 изнаночные по бокам, если вы помните. Теперь 4 петли лицевой глади, значит с этой стороны они у нас 4 изнаночные. Затем у нас идут 4 петли платочной вязки. Мы вяжем 4 лицевые. Одна лицевая, та, которая у нас отделяет раппорт узорчика жгута. И теперь продолжаем вязать просто лицевыми петлями до последних 4 петель на левой спице мы их не довязываем. То есть как мы в первом ряду оставляли 5, так в третьем ряду мы оставим 4 не довязанных в конце ряда петли. Вяжем все петельки лицевые. Я не довязала 6 петелек последних, чтобы показать вам, как провязать вот эти петельки. Смотрите, вот она у вас лицевая, а затем 5 петель, которые мы бросали в первом ряду. Лицевую мы провязываем, как и раньше, лицевой. И затем еще с 5 оставшихся забираем, провязываем лицевой одну петельку. 4 оставшиеся мы не трогаем и поворачиваем наше вязание. Я немножечко буду исчезать с экранчика, но вы не обращайте внимания, у меня очень просто очень длинные спицы сравнительно с высотой камеры. Теперь смотрите, четвертый ряд, он у нас изнаночный. Соответственно, мы снимаем первую вот эту петельку, недовязанную. Недовязанные вот они 4 с правой стороны и провязанная последняя пятая петелька. Мы ее снимаем, как кромочную, не провязывая. И в каждом последующем изнаночном ряду, запомните, эта петелька просто снимается, последняя провязанная, вот она, снимается, как кромочная. Теперь вяжем все петельки лицевые, с левой спицы на правую, до последних 12 петелек. И в каждом изнаночном ряду мы будем вязать лицевые петельки до последних 12. Не довязали последние 12 петелек на левой спице. И теперь начинаем. Смотрите, первая из 12 наших изнаночная, то есть отделяет, которая наш жгутик. Теперь у нас идет 4 первые петли жгутика платочной вязки, соответственно, 4 лицевые их вяжем. Затем идут 4 петли лицевой глади, так и вяжем их 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И, как я вам уже говорила, отделяем 1 изнаночный жгутик в начале и вот в конце. И 2 последние петли просто провяжем лицевые, либо кромочную, если бы вы провязывали в начале изнаночной, то, соответственно, здесь вяжете изнаночную. Разворачиваем вязание, 5 лицевой ряд. Для отворота это изнаночный ряд, поэтому вяжем как изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее, 1 лицевая, 1 лицевая первая петля от жгута. Теперь 4 изнаночные 4 петли лицевой глади жгута. Теперь 4 платочные, значит, провяжем их 4 лицевые петли. 1 лицевая, это получается с лицевой стороны вторая изнаночная отделяющая жгутик. И вяжем до конца этого ряда, не довязывая 3 последние петли на левой спице. Вяжем пятую с конца лицевой и забираем из 4 оставшихся на левой спице одну петельку, провязываем ее лицевой. Осталось 3 в конце, мы их не довязываем и разворачиваем вязание. Вот эту ниточку, которая у вас при наборе осталась, можете просто булавочкой аккуратненько закрепить вот здесь вот на полотне, которое мы связали. Уже здесь очень удобно. Но, в принципе, пока я этого делать не буду. Я сделаю первый перехлест жгутика, а затем закреплю, чтобы мне не мешала булавочка. Теперь, смотрите, у нас осталось 3 петельки. Мы снимаем последнюю провязанную петлю, не провязывая ее уже в этом ряду. И вяжем все петельки лицевые, то есть платочной вязкой, до последних 12 петелек от ворота. Не довязали до конца на левой спице 12 петелек. Итак, первую из 12 вяжем изнаночной, отделяем наш жгутик. Теперь у нас 4 петли. Первые это платочной вязки, первая половина, поэтому вяжем 4 лицевые. Вторую половину жгута вяжем лицевой гладью, то есть 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем одну изнаночной, отделяем жгутик с обеих сторон. И 2 последние довяжем лицевой. Либо лицевая и изнаночная, если у вас так. То есть не забывайте здесь вязать так, как вы вязали с самого начала. Если же 2 лицевые, то так и продолжайте вязать 2 лицевые. Если лицевая и изнаночная, значит так и продолжайте вязать лицевая и изнаночная. Повернули наше вязание на лицевую сторону и теперь вяжем опять по рисунку. У нас для отворота это изнаночная сторона, поэтому кромочную снимаем. 1 лицевая, 1 лицевая, та, которая у нас отделение жгута изнаночными петлями. 4 изнаночные, это лицевая гладь с лицевой стороны отворота. Теперь 4 лицевые платочной вязки, вторая часть жгута. И 1 лицевая, это 2 изнаночная отделяющая жгутик. То есть если вы сейчас посмотрите, вот у вас 2 лицевые, которые отделяют 8 петель жгута. И теперь нам нужно связать все петельки лицевые до 2 последних петель на левой спице. То есть вяжем все петельки лицевые. Не довязали до конца 2 петельки, я вот как раз не довязываю пока 3. Вот она последняя наша лицевая. И осталось у меня 3 на левой спице, я еще одну провязываю из 3, 1 лицевую. У меня осталось всего 2, те, которые мы набрали в самом начале на одну спицу. И не довязывая их, поворачивая вязание. Теперь у нас получается по счету 8 изнаночный ряд. Первую снимаем не провязанной и затем все полностью петельки, как всегда лицевые, до последних 12 петель на левой спице. Не довязали последние 12 петель до конца ряда. И теперь наконец-таки нам понадобится дополнительная спица, о которой я вам говорила, носочная, либо для кос специальная, изогнутая. И теперь смотрите, первую из 12 мы провяжем изнаночной. Теперь у нас 4, вот они, изнаночные. Что мы делаем? Мы, смотрите, берем и одеваем их на дополнительную спицу, вот так просто переносим. И оставляем эту спицу за работой. Теперь у нас получается на левой спице идут 4 лицевые. Мы так их и провяжем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Теперь берем с дополнительной спицы. Хотите, можете переоденьте на основную спицу, хотите просто сразу же с нее. Нам нужно связать точно так же 4 лицевые. То есть они у нас, вот они сзади остались. Мы ниточку переодеваем назад, чтобы нам удобно было вязать. То есть мы вот так вот ее просто туда заворачиваем. И петельки 4 мы вяжем точно так же лицевые. То есть платочные вязки, они у нас и вяжутся лицевые, то с той стороны, то с этой, то есть изнаночной, то с лицевой. Теперь у нас идет 10-я петля изнаночная, то есть отделила наш жгутик. И теперь довязываем 2 петельки лицевые до конца этого ряда. Что у нас получилось? У нас, смотрите, получилось в 8-м ряду перехлест. То есть вот она пошла, у нас лицевая полосочка из 4-х лицевых, то есть лицевой глади. Пошла она с наклоном вправо. Сделали вот такой перехлест. И теперь продолжаем вязать. То есть смотрите, мы сейчас получается по счету в 8-м ряду сделали перехлест. Разворачиваем вязание. И дальше вяжем 9-й ряд. Кромочную снимаем, далее 1 лицевая. 1 лицевая из 10-ти вместе со жгутом петелек. Теперь, смотрите, у нас был перехлест здесь. Значит, мы первые вяжем 4 лицевые, так как это у нас платочная вязка здесь идет. Вот, теперь у нас, посмотрите, перехлест пошел, значит, мы вяжем уже теперь 4 изнаночных. То мы вязали 4 изнаночных, 4 лицевых, а теперь наоборот, из-за перехлеста в правую сторону. 1 изнаночная, то есть 10-я петля узора. И теперь вяжем все петельки лицевые до последней одной петли на левой спице. Вот мы довязываем третью с конца и вторую с конца лицевые. Последнюю не довязываем и поворачиваем наше вязание. Развернули и 10-й ряд мы вяжем, опять же, все петельки до последних 12 лицевые. То есть вяжем лицевыми петельками до последних 12 петелек на левой спице. Не довязали до конца 12 петелек. И теперь первую вяжем, как всегда, отделяем жгутик изнаночной. Теперь вяжем все по рисунку. Уже у вас четко выраженный рисуночек, то есть 4 лицевых петельки, лицевая гладь идет. Затем 4 платочные вязки, соответственно, она и с той стороны, и с этой, то есть и с изнаночной, и с лицевой идут 4 лицевые узорчик такой. Довязываем изнаночную, та, которая отделяет жгут, и 2 лицевые в конце по рисунку. То есть смотрите, все абсолютно идет по рисунку. Лицевая 1, 2, 3, 4, связали лицевую гладь 4. Теперь 4 лицевые платочные вязки. 1 изнаночная, то есть 10 петля рисунка. И 2 лицевые, основные петли шапочки. Поворачиваем вязание. 11 лицевой ряд, тоже вяжем все по рисунку кромочную, снимаем. Затем у нас идет 2 лицевые, то есть получается лицевая с шапочки и лицевая, та, которая первая изнаночная. Теперь у нас идут 4 петли платочной вязки, то есть 4 лицевые. Затем у нас идут 4 петли лицевой глади, значит 4 изнаночные с этой стороны. 1 лицевая, 10 петля наша, которая отделяет жгут изнаночная, она у вас идет по косичке, видите вы. И теперь нам нужно связать полностью весь ряд лицевые вместе с последней петелькой. Мы в этом ряду завершаем первый рапорт, то есть у нас получается почти первый рапорт закончен. Это 11 лицевой ряд, в рапорте у нас 12 рядочков, то есть мы провяжем этот ряд до конца лицевыми петельками, а затем развернемся и довяжем до конца по рисунку 12 ряд. Итак, я довязываю ряд сверху, вот он у нас, и последнюю я также провязываю лицевой, то есть я кромочной провяжу и сверху, и снизу полностью все петельки лицевые. Поворачиваю 12 ряд, я вяжу по рисунку, то есть смотрите, у нас по рисунку идет платочная вязка, лицевые все петельки до последних 12 петелек, а затем провяжем по рисунку непосредственно сам узорчик, отворотик, жгутик, то есть вяжем сейчас до последних 12 петелек все петли лицевые. Первую снимаем непровязанной, будем ее считать как кромочную, и все петли вяжем до последних 12 петель на левой спице лицевые. Не довязали 12 петелек в 12 ряду, первая изнаночная по рисунку идет, затем 4 лицевых петли лицевой глади, 1, 2, 3, 4, затем у нас идут 4 петли платочной вязки, значит 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, десятая петля, изнаночное отделение жгутика, и 2 петельки довязываю лицевые. 13 ряд у нас повторение идет с первого ряда для макушки, то есть мы в этом ряду начнем снова оставлять 5 петель, затем в следующем лицевом ряду 4 петли, в следующем лицевом ряду 3 петли, затем 2 петли и 1 петлю, то есть для макушки у нас раппорт из 12 рядочков составляет, поэтому мы для макушки начинаем с самого начала. Для отворотика же у нас свой раппорт получается, поэтому мы продолжаем вязать по рисунку 13 ряд. Кромочную снимаем, затем первая петля у нас лицевая, вторая петля лицевая, так как она первая из раппорта перед жгутиком, соответственно на лицевой стороне, теперь у нас идут 4 петли платочной вязки, значит 4 лицевые вяжем, 4 петли лицевой глади, значит вяжем 4 изнаночные, то есть все по рисунку, как вы видите, так и вяжите. Затем идет у нас одна лицевая, соответственно это 10 петля изнаночная, и теперь нам нужно связать все петельки, кроме последних 5 петелек на левой спице, все полностью петли лицевые, и мы снова начинаем бросать для макушки петельки. Не довязали 5 последних петелек на левой спице, поворачиваем наше вязание. Теперь мы первую, последнюю провязанную петельку в том ряду, она у нас первая провязанная в этом ряду, снимаем как кромочную, затем вяжем все петельки лицевые до 12 последних петелек в ряду. Это у нас 14 ряд, поэтому мы снова все вяжем по рисунку. Не довязали последние 12 петелек, первую вяжем изнаночной, и точно так же все по рисунку. 4 лицевые петли лицевой глади, затем 4 петли лицевые платочной вязки, 1 изнаночная, 10 отделив косу нашу или жгутик, и теперь 2 лицевые в конце ряда, петля шапочки и кромочная. Поворачиваем вязание, это 15 лицевой ряд. И как раз таки настал момент, можно сейчас зацепить вот эту ниточку, либо просто ее сложить, свернуть, в общем, как вам удобно. Можете просто вот такими движениями намотать и немножечко ее вот так вот закрутить, скажем так, сделать такую вот небольшую затяжечку. Вот. И все. Она вам больше не мешает, в принципе, можно ее и булавочкой прикрепить. В общем, как вам удобно. Закрепляем эту ниточку, чтобы она вам не мешала, и продолжаем вязать 15 ряд. 15 ряд тоже мы вяжем все по рисунку, но при этом мы в конце ряда оставим всего 4 петелечки, то есть на 1 меньше, чем в прошлом ряду. Итак, кромочную снимаем, затем провязываем лицевая, затем первая лицевая из 10 рапорта узорчика, теперь 4 лицевые, 4 петли платочного узорчика платочной вязки, 4 петли изнаночные, значит, лицевой глади, с той стороны отворотика, и 1 лицевая, это 10 петля изнаночная, которая отделяет жгутик. То есть я думаю, что здесь уже все хорошо видно, вот они у нас, 2 лицевые полосочки, косички идут с лицевой стороны отворота, или с изнаночной стороны шапочки, они у нас, вот они, изнаночные, то есть отделяют красиво наш жгут. Теперь вяжем все петельки лицевыми, кроме 4 последних на левой спице. Итак, довязываем на левой спице 6 петлю, 5 петельку берем, и остается 4 петли, которые мы оставляем недовязанной, и поворачиваем вязание. Развернули на изнаночный ряд, теперь первую снимаем непровязанной, провязанную петельку последнюю в том ряду, и дальше вяжем все петельки лицевые, до привычных наших 12 последних петелек в изнаночном ряду. Не довязали 12 последних петелек на левой спице, и вяжем по рисунку. Первая изнаночная, затем 4 петли лицевые лицевой глади, 4 петли платочной вязки лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. То есть все уже по рисунку привычному нам, как и раньше, вяжем. И точно так же поворачиваем на 17 лицевой ряд, вяжем этот отворотик по рисунку. Кромочную снимаем непровязанную, затем лицевая, лицевая полосочка наша, вяжем лицевой, затем у нас идут 4 петли лицевые платочной вязки, 4 петли изнаночные лицевой глади, 1, 2, 3, 4, 1 петля лицевая, наша косичка, которая отделяет жгутик. И теперь нам нужно довязать все петельки лицевые до конца ряда, не довязать уже 3 петли, то есть снова 1 забираем в вязание, а 3 оставляем недовязанной. То есть вяжем все петельки, кроме 3 последних на левой спице, лицевыми. Довязываем 5 петлю, 4 петли, а 3 последние недовязанные оставляем, и разворачиваем наше вязание. 18 изнаночный ряд наш, мы точно так же снимаем непровязанную последнюю петельку, затем вяжем все петельки лицевые до 12 последних петелек на левой спице. Не довязали 12 петелек последних, и теперь снова вяжем по рисунку изнаночная над изнаночной, затем над 4 лицевыми гладью 4 лицевые, затем платочные 4 петли лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые до конца ряда вместе с кромочной. Разворачиваем вязание, 19 лицевой ряд. Лицевой ряд, как и все предыдущие ряды, мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее лицевая, снова лицевая, 4 петли лицевые платочной вязки, 4 петли изнаночные лицевой гладим, затем у нас 1 лицевая с этой стороны, с той стороны изнаночная, и теперь вяжем все петельки лицевые и оставляем на левой спице недовязанными всего лишь 2 петельки, то есть снова на 1 меньше. Вяжем все петельки лицевые до 2 последних петель на левой спице. Вяжем лицевой петлей 4 и 3 петлю, 2 оставляем на левой спице недовязанными И разворачиваем наше вязание на 20-й, уже изнаночный ряд. Итак, первую снимаем непровязанной, затем все петельки вяжем лицевыми до 12 последних петель на левой спице. Оставшиеся 12 петель в 20-м ряду вяжем по рисунку, как всегда. Два изнаночная, затем у нас 4 лицевые петли над лицевой гладью, 4 лицевые петли платочной вязки. Я здесь провязала в изнаночном ряду отворота, провязала лицевой, но ничего страшного, поменяли. Снова 4 лицевые платочной вязки вяжем. Затем у нас идет одна изнаночная, которая отделяет 8 петель жгута и 2 лицевые. Кромочная у нас, как всегда, у меня лицевая. Теперь 21-й ряд. 21-й ряд мы отворотик вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Затем идут у нас лицевая шапочки, лицевая, которая первая из 10 рисунка, 4 лицевые платочной вязки, 1, 2, 3, 4, 4 изнаночные лицевой глади и 10-я петля рисунка лицевая. Теперь нам нужно довязать все петельки этого ряда до одной последней петли. То есть мы в этом ряду бросаем одну петлю, не довязанной на левой спице. Вяжем третью лицевой, вяжем вторую лицевой, а одну оставляем не довязанной и поворачиваем наше вязание. 22-й изнаночный ряд мы первую снимаем не провязанной, переодеваем на правую спицу, как всегда. И теперь до последних 12 петелек на левой спице вяжем все петли лицевые. Не довязали до 12 последних и вяжем по рисунку. Первая у нас изнаночная, затем 4 лицевые лицевой глади, 4 лицевые платочной вязки, 1 изнаночная и 2 лицевые. Довязали до конца ряда и снова разворачиваем наше вязание. Теперь у нас 23-й ряд по счету, кромочную снимаем, лицевую провязываем шапочке, затем лицевую первую из 10 узорчика петель, 4 лицевые платочной вязки, 4 изнаночные лицевой глади, 1 лицевая. И теперь все полностью петельки вяжем лицевые до самого-самого конца ряда. В 23-м ряду мы с вами вяжем как в 11-м, все петельки лицевые, уже ничего не бросаем, а следовательно, следующий ряд 24-й, это последний ряд рапорта узора макушки. То есть мы снова начнем бросать с 5-ти петелек. Итак, вяжем лицевыми до конца ряда. Довязываем с левой спицы все петельки лицевые и последнюю я также провязываю лицевой. 24-й ряд поворачиваем. У нас ряд это тоже с перехлестом жгута или нашей косички, как вам проще будет понять. Итак, вяжем сейчас, смотрите, все лицевые до последних 12-ти и нам понадобится снова дополнительная спица для перекрещивания или перехлеста нашего жгутика. Итак, мы довязали все лицевые петельки до 12-ти последних петель на левой спице. И сейчас я вам расскажу по поводу перекрещивания. Всегда мы будем делать его вправо, то есть в правую сторону. Поэтому на дополнительной спице мы будем оставлять всегда из вот этих 8 петель, то есть 4 лицевой глади в данном случае и 4 платочной вязки всегда будут уходить на дополнительную спицу первые 4 петли из 8-ми, будь это лицевая гладь, будь это платочная вязка, они будут чередоваться. То есть сейчас мы с вами делали перекрещивание лицевой глади вправо, значит, будет в следующий раз уже уходить вправо вот эта платочная вязка. Соответственно, смотрите, из 12-ти первую мы провяжем изнаночной. А вот эти 4 лицевые мы переодеваем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Всегда первые из 8-ми петель в данной шапочке мы будем оставлять на дополнительной спице за работой. Следующие 4 платочной вязки мы провяжем лицевой петлей, то есть 4 лицевые. И затем подтянем с дополнительной спицы, провяжем 4 петли точно так же лицевыми петельками. То есть лицевая гладь как шла, так и идет. Просто она идет с перекрещиванием уже снизу, а платочная вязка идет с перекрещиванием в правую сторону. Дополнительную спицу убираем пока. Затем у нас идет отделение жгута изнаночной и 2 лицевые с шапочки и кромочная лицевая. Смотрите, что получается. У нас было перекрещивание первое жгутика в 8-м ряду. Следующее перекрещивание мы сейчас сделали в 24-м ряду. Следовательно, между 8-м и 24-м рядом это 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й и 24-й. 16 рядов у нас провязаны по рисунку между первым перекрещиванием или перехлёстом и вторым. 16 рядов по рисунку. То есть сейчас представьте, что у нас идет ряд перехлёста, 8-й ряд. Значит, вы сейчас продолжаете вязать 9-й, 10-й и так далее, 16 рядов до следующего 24-го ряда или просто отсчитывая 16 рядочков по рисунку. И в 16-м ряду нам нужно будет сделать аж следующее перекрещивание или перехлёст. Значит, смотрите, что мы сейчас имеем. Мы с вами связали два рапорта шапочки высоты макушки. То есть мы два раза бросали по 5, 4, 3, 2, 1. Все петли провязали. 5, 4, 3, 2, 1. Все петли провязали. То есть два рапорта макушки. Этих рапортов у вас может быть в зависимости от обхвата головы. Может быть и 10, и 11, и 12, и 13. То есть в среднем это где-то 11-12 рапортов на голову. Но бывают разные обхваты головы, поэтому вы уже меряете и смотрите, сколько нужно вам связать обхвата вашего головы рапортов. И мы с вами связали два перехлёста или два перекрещивания. То есть получается один полный рапорт нашего жгутика. Следующий перекрёст вам нужно делать в 16-м ряду. То есть сейчас вы начинаете отсчитывать, поворачивая на лицевой ряд. Это будет у вас первый ряд, затем вы развернёте второй, третий, четвёртый и так далее. В 16-м ряду это у вас должен будет изнаночный быть ряд. Вам нужно будет сделать перекрещивание, как мы сделали только что. 4 петли первые, в данном случае платочные вязки уже будут, вы оставите за работой на дополнительной спице. Следующие провяжете и с дополнительной спицей провяжете. Всегда жгутик должны отделять по обе стороны. Одна изнаночная с одной стороны и другая изнаночная со второй стороны. Всегда. Для того, чтобы наш жгутик имел такую красивую объёмную форму. Вот. Касательно этого всего я сказала. И сейчас мы начинаем рапорт макушки с самого начала. То есть вяжем, вяжем, вяжем все лицевые, оставляем 5. Затем вяжем, вяжем, вяжем обратно. Вяжем, вяжем, вяжем оставляем 4 обратно, 3 обратно, 2 обратно. И все провяжем. Возвращаемся обратно. А вот этот, где у нас жгутик, узорчик, мы вяжем по рисунку аж до 16-го ряда. 16-го ряда, соответственно, этого жгутика. Можете взять спички, можете взять какие-нибудь палочки, отмечать ряд. Хотите, можете просто ручку взять листиком и отмечать рапорт галочкой, либо палочкой. Вот. Можете использовать счетчик рядов. В общем, в принципе, все, что вам угодно и удобно, чем работать, вы используете. Я сейчас еще начну с вами вязать третий рапорт макушки. И первый ряд уже получается следующего рапорта узора для отворота жгутика. Кромочную снимаем. Далее все у нас идет по рисунку. Первая лицевая шапочка, затем лицевая, которая отделяет нам жгутик. Теперь смотрим сюда. Смотрите, чтобы вам проще было, вы можете развернуть и посмотреть. У вас вниз ушла лицевая полосочка. Значит, следовательно, четыре первые у вас должны быть лицевой глади. Значит, четыре изнаночные. Затем четыре у нас платочной вязки. Значит, четыре вяжем лицевые следующие. Отделяем наш жгутик одной лицевой и вяжем все петельки лицевые до последних пяти петель на левой спице. Оставили пять петель в конце, поворачиваем наше вязание. Второй ряд. Первую снимаем петельку непровязанной, то есть как кромочную. И дальше вяжем все петельки лицевые, кроме последних, 12 петелек от ворота. Не довязали 12 последних петель, затем вяжем первая изнаночная по рисунку. Теперь у нас идет четыре петли платочной вязки. Соответственно, они у нас четыре лицевые. Один, два, три, четыре. Теперь четыре лицевой глади, четыре лицевые. Одна изнаночная, которая отделяет нам жгутик. И две лицевые вместе с кромочной. То есть все вяжем по рисунку. Это второй ряд. И вам еще нужно точно так же провязать по рисунку. Получается 13 рядочков, а в 14, следовательно, изнаночном ряду, но лицевом для косички. Нужно будет сделать вот это перекрещивание. Уже у вас сверху будет снова лицевая вот эта вот косичка, лицевая гладь. То есть вот она идет пока снизу, ее плохо видно, но она потом выйдет наверх. Разворачиваем вязание. Третий ряд по счету. Кромочную снимаем. Здесь все идет у нас по рисунку. Две лицевые. Затем у нас идут четыре изнаночные. Четыре лицевые платочной вязки. Одна лицевая. То есть вторая изнаночная, которая отделяет жгутики. И все петельки вяжем лицевые до последних четырех петель на левой спице. То есть мы снова бросаем на одну меньше. И с каждым лицевым рядом все меньше и меньше будет оставаться в конце левой спицы. Чтобы вам не запутаться, сколько вам нужно оставлять сейчас в данном случае, если, к примеру, вы оставили вязание и приступили продолжать вязать. Смотрите, у нас идет здесь вот последняя лицевая петля. И если вы обратите внимание, идет такая вот как зазоринка дырочка. После нее идут, к примеру, пять петель. Так как мы провязали только первый ряд и бросали пять петель, то вот они у вас пять петель так и есть. Мы провяжем вот эту лицевую лицевой и еще забираем одну петлю. То есть, следовательно, в этом ряду у вас должно остаться четыре петли недовязанных. В следующем ряду у вас уже здесь будет зазоринка. Значит, вы должны будете провязать эту лицевую и еще забрать одну. То есть, оставить три петли и так далее. Вам так будет проще. И делайте вовремя повороты, чтобы у вас был полный раппорт. Если вы не будете довязывать раппорт, соответственно, макушка у вас будет кривая и перекошенная. Вот эту петельку, которую вы последнюю провязываете с лицевой стороны, с изнаночной, вы ее всегда снимаете непровязанной. Так вам будет проще вязать и как бы будет проще переходить на изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы, как и лицевой, все петельки вяжем платочной вязкой, следовательно, лицевые. Но в изнаночном ряду вам нужно будет не довязывать 12 петелек в конце, для того, чтобы потом не путаться, где у вас жгутик, где что, чего. То есть вы, как бы сейчас, получается, провязываете все петельки лицевые платочной вязки, отсчитываете 12 петель с конца, либо просто вот доходите до жгутика, вот она у вас изнаночная. И помните, что всегда первая и десятая у вас вяжутся изнаночными, между ними у вас находится жгутик, 4 из которых лицевая гладь петли, 4 из которых платочная вязка. То есть с лицевой стороны от ворота вы всегда вяжете эти 8 петель сплошными лицевыми петлями, а с изнаночной стороны или лицевой стороны шапочки вы уже смотрите, где у вас лицевая гладь, там вяжете изнаночные петли, а там, где платочная вязка, вяжете лицевые петли. То есть будьте добры, не путайтесь, и чтобы ни себя не запутали, не, скажем так, не испортили рисунок. Вот она идет, первая изнаночная, дальше идет 4 платочной вязки, значит, 4 лицевые петли и 4 лицевой глади, значит, 4 лицевые лицевой глади. Идет десятая петля, значит, изнаночная и последние 2 петли вместе с кромочной вяжем 2 лицевые. Я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного нет, и когда вы провяжете уже нужный обхват головы, то есть либо это у вас 11 рапортов, либо 12, повторюсь, то, смотрите, получится, что с этой стороны уже лицевая сторона видна, и отворотик будет вот так у вас уже вместе со жгутиком, красивенький очень. И если вы провяжете длину шапочки по обхвату головы, вы уже смело увидите, что получается довольно-таки красивый. И благодаря тому, что жгутик состоит из двух, как бы, полосочек разной вязки, красивый получается жгутик. Не просто такой вот из лицевой глади, а вот из платочной вязки, такой, как состоит вся шапочка, и лицевой глади, которая придает такой вот пикантности и красоты этому узорчику. То есть вяжем сейчас мы рапорты. Не забываем, что бросаем на макушке 5, 4, 3, 2, 1 в каждом лицевом ряду петли. Мы изнаночный просто провяжем в обратную сторону, и в изнаночном ряду следите за перекрещиванием или перекрестами в каждом 16-м ряду. Я думаю, что здесь все осталось понятно. И до встречи во второй части, где мы с вами сошьем шапочку.